Боксеры юношеской возрастной группы разыграли награду открытого первенства столицы Чувашии. С подрастающими мастерами кожаной перчатки, сумевшими подняться на верхнюю ступень пьедестала почета, пообщался наш спортивный корреспондент Вячеслав Ильин. Согласно положению оперенств, юные мастера кожаной перчатки были разделены на две возрастные группы. Первыми наградой в ринге столичной школы бокса имени олимпийского чемпиона Валериана Соколова разыграли кадеты. Спортсмены 13-14 лет. В числе финалистов весит до 65 килограммов за титул победителя первенства Чебоксар сражался Кирилл Солохуддинов, боксер в красной майке. Семиклассник второй столичной гимназии боксом занимается два года. Финальный поединок турнира соперником, в котором был представитель столицы Мэрел Алексей Смирнов, был для Кирилла третьим в спортивной биографии. Воспитанник динамовской школы бокса не дрогнул под натиском соперника и сумел победно завершить бой. У меня в всей семье боксеры. Папа боксер, дядя боксер. Другой дядя тоже боксер. Они все тренера по боксу. И понравилось смотреть, как они дерутся. Выступают, учат других людей. Мне тоже захотелось попробовать. И вот уже занимаюсь боксом в общем сложности три года уже занимаюсь. Семейные боксерские традиции приводят в ринг не только юноши. В финале категории до 52 килограммов у девушек в борьбе за кубок сошлись хозяйка соревнований Надежда Клистова, спортсменка в красной майке и представительница Ульяновска Марина Кузнецова. Соперницам секундировали их папы. Мастер спорта страны Юрий Клистов в конце 90-х годов прошлого столетия не раз становился чемпионом республики. Примерно в это же время в соседней области блистал в ринге его оппонент Павел Кузнецов. Так что для каждой из соперниц победа на сей раз была делом семейным. И девушки шли в бой с открытым забралом. По результатам титул победительницы открытого перенства завоевала Надежда Клистова. Папа-тренер это, наверное, самый жесткий тренер. Я считаю то, что это очень хорошо. Хотелось бы, конечно, что-то и передать, что-то у меня не получилось в российском боксе. Надеюсь, что подрастающее поколение поддержит меня. Такую семейственную спорту можно только приветствовать. Кстати, как уверяют мэтры, Чувашская школа бокса всегда славилась теплыми отношениями между учеником и тренером. У нас большая боксерская семья. Когда тренер доверяет и верит в своего ученика, а ученик-спортсмен всегда верит в тренеру. Тогда можно добиться больших успехов. И сейчас нынешняя молодежь, которая сейчас, это вот плоды той работы, которая была проделана раньше. Кстати, тренер ульяновских боксеров Павел Кузнецов без золота турнира не остался. К серебру дочери титул победителя добавил тяжеловес Максим Басанов, боксер в синей майке, к которому наставник относится как к сыну. Вячеслав Ильин, Вести Чуваша.